всем привет всем привет друзья сегодня уже другой день мы как вам говорили в этом видео что хотим подняться наверх на колокольню показать но самим посмотреть вам показать оттуда сверху вид какой колокольнице мы хотим еще по пути заехать но там рынок есть купить рыбы свежие может быть дорадо сибас посмотрим что там есть какие рыбки продаются не только вот нашли где находится базар фрукты продают овощи погуляем посмотрим хотим рыбку свежую купить пожарить оливковое масло подают ищем рыбу да сейчас даем сыры всякие разу ума 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 здесь лавки с мясом а мы ищем рыбку не туда мы зашли вот нашли рыбный рынок сейчас выберем что захочем купить выбор большой андрей помнишь венецию нам такую принесли были да венецию вот такую нам рыбу приготовили где мы на 220 евро покушали сами того не знаю дочь а ты рыбку хочешь посмотреть это рыба такая пиши ромба какая-то написана там а а а а а а а всякие креветки и свежая рыба не трогать только рыбка выбор большой здесь сразу могут рыбу и почистить это сибас сибас или вольт барс по-немецки дорадо разного калибра есть скумбрия свежая вот пыльецы здоровые кусочки также кальмары красная рыба лакс креветки здоровый какие вот такие ракушки классные вот здесь также есть сибас большой килограмма 2 наверно каждую коррады здоровенные вот и чтобы он ее не цепанул не надо лучше какой здоровенный да прикольный да не понравился а смотри шевелится где а а жалко такое готовить осьминоги а это что за страшная рыба такая ковочка плоская интересно мясо такого у меня нет расплющена востока ребят много разных рыбок так что кто сюда приедет получается от центральной улицы налево получается как огорожен рынок здесь не только рыба есть и всякие ира показала что здесь есть много выборов можно погрелить или пожарить свежую рыбу мигреницы как раз с собой взяли троцника март или как то так если кто-то захочет рыбу купить чтоб знали название да что здесь ход такой как бы ну как так по стороне посмотреть вроде обычно какие-то здания что не найдешь так три находятся да так сразу не видят здесь также есть большой торговый центр везде клумбы с цветочками красиво аккуратненько я ночью был такой сильный ливень на крыше стучало хорошо что ночью ливень и дожди идет да с меня днем хорошая погода солнышко светить можно загорать вот мы опять пришли к россии в базилике сейчас поднимемся колоколам нужно купить билетик надеемся открыто но сегодня открыто хорошо сейчас пойдем купим билет за детей бесплатно платить не надо а за нас двоих заплатили 100 кунов сколько это в еврох где-то 15 евро примерно да около 15 евро стоит на двух взрослых сейчас хотим подняться к колоколам вот здесь ребят на билетах нарисована тоже сама церковь и на обратной стороне полностью нумерация как и по пунктам по точкам где идет человек и написано что это значит церковный двор посмотрите какое старое все как выглядит вон там на фасаде осталась такая мозаика красивая старинная такие колонны мраморные походы древние все такое но если церковь была построена в 600 году в 600 каком-то точно не указано там написано что в шестом веке здесь вот такие как картины можно сказать наверное сделаны из камня это уже кто-то сейчас вновь нарисовал в стенах такие вставлены как иконы или что-то такого типа того времени но звонят колокола в окно тоже и Вот такая вот церковь. Пойдем посмотрим. Вот здесь народ бывали. Может здесь. Может малыши совсем здесь. Чаша со святой водой. Пойдемте. Теперь подходим к третьему пункту. Называется Глоккентурн. Это вот и есть, где колокольна находится. Здесь, конечно, темно. Ступеньки такие довольно резкие, да? Вот нужно туда подниматься наверх. Сейчас поднимемся наверх. Посмотрим, какой там будет вид, пейзаж. На море, на весь Порвич, говорят, видно там оттуда. Ну так вроде снаружи, когда смотришь, кажется, что она не такая высокая, да? Ну. Вот мы уже и поднялись на третий этаж. Здесь лестница сужается. Все ужас томается. С каждым этажом, естественно, все ужасно. Верхняя, она еще одна. Это уже получается четвертая, да? Ариша, аккуратно. Ее один этаж остается, и мы нарушим. Ариша, он молодец. По ступенькам хорошо топает, да, дочь? Нет. А Даня уже шустрик наш, поднялся уже, спортсмен. Сейчас мы к тебе тоже придем. Я еще выше идет, смотри. Туда еще, да, где-то подниматься. Здесь какой-то на пятом этаже какой-то старинный механизм установлен. С тросами что-то, я знаю, может, они сюда поднимали. Какие-то грузы с помощью него, с помощью этого механизма. Идем вот. На шестой этаж поднимаемся. Это, наверное, последняя, здесь уже колокольная будет. О, два, три, четыре колокольная здесь. Ребята, здесь есть четыре колокольная. Получается, мы сейчас находимся на шестом этаже. Смотрите, сколько бакланов летает. Классный вид. Открытое море. Вот там, спереди, видим, где отель находится. Это такое белое здание. Остров называется Остров Святого Николая. Он находится буквально пару сотен метров от основной земли, так сказать. Там, по-моему, стадион какой-то. Я не знаю, что это, но могу вам показать. Сейчас я нахожу к камеру. Смотрите, какие-то старинные такие крыши. Здание черепица уже тоже древнее. Я, ребят, не знаю, там что-то коричневое. Ну, что-то такое. Крыша какая-то коричневая, интересно, непонятно. Вот это снизу, получается, это основной зал церкви этой. Сейчас тоже, потом, когда спустимся, покажем его и вам тоже. Я нашел какую-то находку. Это самый древний гвоздь. Так, ребят, подходим к четвертому пункту. Сюда нужно наверх чуть-чуть подниматься. Что-то было написано, что епископы что делали здесь. Жили здесь, но епископы проживали в этом здании. Какие-то, когда раньше расписные стены были, кусочки пооставались. Ух ты, здесь музей, да, написано? Чем-то пахнет таким. Классный тут вид из балкона у них был. Папа, а че здесь строили? Здесь, да, не знаю. Какой-то трон какой-то. Тут, наверное, сидел главный епископ. Арки такие классные. Интересно, почему, да, раньше для чего вот строили вот здесь вот один зал, для чего такие высокие потолки были? Чтобы они, наверное, это как эхо, когда разговариваешь, что-то. Звук такой. Когда музыка звучит. Тут еще один трон какой-то, смотри. Классный трон. Такие классные комнаты. Четко, да? Круто, да? Здесь такие коридорчики, соединяющие тут зал и эту спальню какую-то. Вот это что, серебряные всякие? Куфинчики. Здесь такие. Купки очень белые. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» я вообще первый раз какую-либо вам гробницу это что такой это монеты наверное древние 1379 года 1395 вот ребята десятый пункт вот 8 9 написано 8 9 вместе на получается это 8 а кто-то из поведения исповедали ныть а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok